Всем привет, с вами Грин, и это третья часть моей передачи по дизайну Майнкрафта. И сегодня мы говорим о таком распространённом явлении, как квадратные дома. Да, они встречаются очень часто на различных серверах, очень часто люди делают их в синглплеерах и в различных других местах. И многим интересно, как скрыть это, как избежать того, чтобы сделать эту коробку опять, снова. И у меня есть на этот счёт несколько решений. И первое, это вот такой вот буквой Г сделать дом. Однако, тем не менее, с двух других сторон он будет выглядеть так же уныло, так же квадратно. Следующий вы уже заметили наверняка, это сделать эдакой буквой П дом. Но здесь есть один минус, дело в том, что чтобы дом получился реально красивым, надо использовать большой масштаб. То есть, вот эти вот крылья должны быть, скажем, блоков под 10, и здесь в центре не кисло так выступ. Ну и последний, это буква Н, здесь надо использовать и ещё больший масштаб, наверное. Хотя можно и такой, это не принципиально. Но, тем не менее, я не очень люблю все эти фигуры. Хотя, возможно, сделаю что-нибудь в этой фигуре и что-нибудь в той, но это в будущем. А сейчас я хочу поговорить о пристройках. Да, вот сейчас вы видите тут. Примерно. Вот, да, как бы тут так сделать, чтобы было видно. Ну, короче, наверняка уже понятно, что это не коробка, это скорее вот сверху, если смотреть, больше напоминает какую-то пирамидку. Вон вверх, середина, низ. И я построил её, ну, естественно, быстро, всё-таки в креативе. И вот за основу я взял красный прямоугольник, которому симметрично добавил сначала оранжевый, а потом и жёлтый. Ну, давайте я начну пока убирать лишнее. И поговорим о том, что у нас получилось в итоге. В итоге у нас получился дом, который с одной стороны относительно небольшой, ну, подчёркиваю, относительно, потому что тут вот всё-таки масштаб побольше. Я в своё время делал похожий дом, но он был чуть поменьше. Да, сегодня я буду разбирать и украшать именно эту хату. И для этого сейчас я скажу, что мне понадобится. Но сначала надо убрать, да, убрать нафиг всё лишнее отсюда, потому что будет мешаться, будет выглядеть это не очень красиво. Итак, да, вот, всё, последний жёлтый квадрат. И всё. Что нам понадобится? Ну, наверняка, вы уже смотрели на мою приборную панель, или как это называется, неважно. Сегодня у нас будет дом в светлом стиле. Да, кстати, я скачал себе, наконец-то, обновление 1.2.4, даже не 1.2.5, сегодня я не был искать. Но всё же. И я буду использовать песок, короче, многие новые блоки, так как я с ними ещё не наигрался, а также два вида стекла, факелы и ель. Да, вот, скорее всего, я это буду использовать, хотя, возможно, я по мере записи этого ролика буду как-то всё изменять, видоизменять. Итак, что можно сразу сказать о внутреннем... О, забыл убрать. О внутреннем убранстве. Ну, конечно же, это пол. Пол, пол тут очень никакой вообще, да нет тут пола. Кстати, вот я сейчас убрал верхний слой, и можно посмотреть, каким у нас будет планировка, планировка первого этажа. Что я планирую сделать здесь? Вот где я сейчас нахожусь, ну, естественно, с другой стороны. Я, возможно, даже сейчас буду делать только одну половину дома, а остальную, так сказать, постольку-поскольку. Ну, там она будет симметрична. Так вот. Ну, хотя, внутри чё я парюсь. Для начала нам надо сделать внешний вид дома. А внешний вид дома у нас, мягко говоря, никакой. Да, конечно, тут есть вот такие вот пафосные крутые блоки. Да, как же они мне нравятся. Да, они такие... Короче, это всё. Так, для начала нам надо обукрасить посад дома. Итак, что бросается в глаза? Прежде всего, отсутствие окон, как я уже говорил, кажется. И сделаем мы их вот на этом уровне. Нет, так мы не сделаем ни в коем случае. Вот так вот. В своего рода бойнице. Которые будут освещать наш коридор. А там далеке ещё будут лестницы, но это чуть попозже. А здесь, да, здесь у нас будет, на втором этаже, здесь у нас будет красивое, надеюсь, красивое, окно. И будет оно выглядеть... Так, вот здесь наверняка будет ещё один вот так вот. Да. И будет оно выглядеть вот так вот. Всё. Итак, ну фактически мы украсили более-менее внешний вид передней. Ну, естественно, мы не брали крылья. А крылья нам надо было украсить, потому что крылья это важная часть. Важная часть дома. По крайней мере, моего. И здесь у нас будут похожие такие вот столбчатые окна, в которых будет виден абсолютно весь этаж. Что второй, что первый. И они будут... Да, вот так вот у нас будет выглядеть всё. Я пока что не хочу использовать вот более тёмные блоки. Они нам пригодятся, наверное, для оформления уже другого места. То есть, ну, не другого места, а для оформления внутренностей дома. Хотя, я не знаю, успею ли я. Надеюсь, что успею. Так. Думаю, стоит попробовать сделать вот такие вот окна побольше. Потому что будет выглядеть, я думаю, очень красиво. Хотя, если это у меня будет тут... Хотя, как я планирую, у меня здесь будет склад. И здесь это будет выглядеть, ну, не очень. Так что, пусть это будут тоже бойницы, чтобы не отходить от стиля. И бойницы вот такие, да. Буквы П. Дальше. Дальше идём. И дальше у нас будет, по моему расчёту, по моему плану. Вот. Тут вот у нас будет вход под землю. То есть, будет вот тут вот так вот эти лестницы. Здесь, возможно, какие-нибудь верстаки, какие-нибудь декоративные штучки. Так что, и я хочу сделать это вообще всё стеклянным. Не знаю почему, но просто хочется. Да, и вот это вот всё заполнить блоками стекла. Ой. Кажется, я что-то сломал. Да, всё заполнить блоками стекла. И, так сказать, пусть криперы любуются, как я куда-то ухожу. Ну, вообще, обыграть это можно как угодно. Скажем, вход в шаху, вход в пекарню. Ну, короче, можно придумать массу мест, куда можно уйти по утрам. И в начале самом. И, тем более, под землю. Так, следующим будем разукрашивать верхний этаж. У меня будет всего в этом доме два этажа. И на верхнем этаже у меня будет одновременно и спальня, и рабочее место. И, да, всё, пожалуй. На верхнем этаже у меня будет именно это. Пожалуй, я пока сделаю так, хотя мне как-то кажется, что вот так будет получше. Ну, да, мне почему-то кажется, что так будет красивее, лучше. И переходим теперь к задней части дома. Здесь, здесь. Здесь я, пожалуй, не буду продолжать вверх эту традицию. Отстраивать. Отстраивать на этом уровне. А здесь... Даже не знаю, что здесь сделать, потому что, в принципе... Да не, тут обязательно надо что-то забабахать. А если учесть, что у меня здесь, опять же, по плану моему, будет лестница, то я боюсь, как бы она не загораживала окно. Ну, да ладно. Сделаю тут точно такой же пока что разрез, хотя нет. Выглядит он не очень. Вот тоже такая вот бойница узкая. Ага, а вот я о чём забыл. У меня же будет повыше дом. Следовательно, а будет он... Вот таким вот. Ну и дальше там уже плоская крыша. Да, кстати, сейчас надо ещё будет поговорить о крыше, потому что это тоже важный элемент. Ну вот. Вот так вот у меня будет идти дом. Но сначала я хочу отметить ещё одну маленькую деталь. Потому что даже несмотря на то, что дом не квадратный, что в доме уже есть окна, ну, по крайней мере, в большей его части. Я думаю, что... Будет не очень красиво оставлять его таким. Объясню почему. Потому что у нас используются два цвета, ну и плюс окна, которые, я не знаю почему, это в этот раз посчитаю, пожалуй, за цвет. И мне почему-то кажется, что надо добавить немножко хаоса. Этот тихий, аккуратненький домик. А хаос я буду добавлять очень простым образом. Что здесь у нас? А ну нафиг вот это вот. Да, вот это вот тоже нафиг. И это нафиг мне не нравится. Я буду гладкие блоки ставить. Это вот тоже вот так вот будет у меня. Да, и вот так вот я иду дальше. Я иду вверх, вниз, вбок, влево, вправо. Создавая эффект такого легкого хаоса. Дальше. У меня вот тут вот будет... Верхний слой, так сказать, крыша. И с крыши тоже должны идти вот такие вот. Не знаю даже, как это назвать.